Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Я не планировал его сегодня снимать, хотел отдохнуть после большого и изнурительного видоса вчера, но я нашел очень интересную информацию, о которой тебе стоит знать. Ведь мы наблюдаем большую манипуляцию на рынке прямо сейчас. Посмотри на это, побрили вообще всех, и лонгистов, и шортистов, без разницы. XRP победил SEC. Инфляция CPI упала с 9 до 3%. Акции достигают новых годовых пиков. Тем временем 80% моих альткоинов в минусе. XRP не смог достичь даже доллара, а биткоин не смог преодолеть 32 тысячи долларов и упал до 30. То есть рынок стал нерациональным и абсолютно рукотворно манипулируемым. И вот как на это реагируют некоторые трейдеры. Особенно те, которые купили XRP опять на пике. Да, вчера рынок упал. И многие начали объяснять это бинансом. И это вполне логично. Да, бинанс сообщил о том, что придется уволить более тысячи сотрудников на фоне расследования Министерства юстиции против биржи. И мне кажется, что причина недовольства рынка заключается далеко не в этом. После того, как биржу покинули топовые менеджеры подразделения Binance US около недели назад, генеральный директор Binance CZ написал, что они продолжают строить и нанимать сотрудников. Он даже сегодня об этом написал. Мы все еще нанимаем. Как это вообще складывается? После таких слов CZ сообщает про увольнение более чем тысячи сотрудников. Он говорит, мы нанимаем, но на самом деле увольняем. Вот что вызвало беспокойство рынка вчера. После твита, что вы нанимали, почему мы читаем о тысяче увольнениях? Это является поводом для беспокойства. Однако есть кое-что еще, о чем тебе стоит знать. Бинанс и раздуваемая паника вокруг этой биржи может оказаться только публичным предлогом, как пишет Тейлор Кеннетт. Предлогом, чтобы скрыть настоящую причину падения биткоина и крипторынка вчера. Ведь конфискованные монеты биткоина, связанные с Silk Road, шелковым путем, кажется, пришли в движение. Конечно, те, кто их продает, не дураки, и они пытаются максимально замести следы. Просто посмотри на эту схему. Сколько в этой паутине участвует адресов, с которых и на которые очень мелкими суммами передвигались монеты, якобы связанные с черным рынком Silk Road. Собственно говоря, если проанализировать все эти монеты, мы можем прийти к этому адресу, с которого буквально на днях, как ты видишь, на этом графике было выведено почти 9 тысяч биткоинов. Эти биткоины из тех монет, которые правительство США конфисковало еще в 2020 году, как ты помнишь. Вот это новость тогда. Unchain Data показывает, что 12 июля 2023 года, как ты видишь вот здесь, в 22 часа 44 минуты 58 секунд, через эту сетку адресов, было выведено почти 9 тысяч биткоинов. Мы проанализировали предыдущие движения биткоинов в этой сетке из 16 адресов, и вот к чему мы пришли. На графике внизу мы видим, что подобные переводы биткоинов, связанных с шелковым путем, происходили 8 марта 2023 года. Вот они. Тогда это привело к падению биткоина на 1000 долларов. Соответственно, вчерашние движения привели к падению биткоина приблизительно на 2000 долларов. Итого получается, что около 8-9 тысяч биткоинов, контролируемых США, поступили на биржи несколько дней назад и были распроданы вчера. Конечно, точных доказательств этому нет ни у кого, кроме самих властей США. Но тем не менее, биткоины, которые, скорее всего, связаны с Silk Road, были частично проданы сразу же после того, как Ripple XRP победил SEC. Выходит, что SEC буквально мстит рынку криптовалют за свой проигрыш XRP и продает биткоины. Когда я все это раскопал, мне очень захотелось этим поделиться с тобой. Мне показалось это очень-очень интересным. А теперь я хочу поговорить с тобой о важной вещи. BlackRock, Larry Fink говорят, криптовалюта превзойдет любую валюту в мире. За последние 5 лет все больше и больше глобальных инвесторов спрашивают нас о криптовалютах. И как я уже сказал, я действительно считаю, что криптовалюта – это международный актив. Она обладает особенной ценностью по сравнению с другими классами активов. Но что еще более важно, поскольку она настолько интернациональна, в будущем криптовалюта превзойдет любую другую валюту. Если вы просто посмотрите на стоимость нашего доллара, как он преуспел за последние 2 месяца и насколько он подорожал за последние 5 лет по отношению к другим валютам, знайте, криптовалюта может действительно превзойти это. И именно поэтому мы считаем, что криптовалюта – это большие возможности. И именно поэтому мы видим все больший и больший интерес к ней во всем мире. И кажется, Ларри готовится превзойти всех в этом мире с их спотовым биткоин-ИТФом. Дело в том, что Блэк Рок является одним из инвесторов микростратегии. И теперь кажется, что Ларри Финк не желает, чтобы именно Майкл Сейлор стал первым в мире биткоин-триллионером. Блэк Рок не хочет, чтобы именно микростратегия в итоге съела все биткоины мира. Блэк Рок тоже хочет участвовать в дележке этого пирога. Майкл Сейлор – первый среди институциональных игроков, который принял биткоин. Сегодня он опубликовал этот пост. На этой диаграмме показана производительность разных активов, облигации, серебро, золото. По сравнению с августом 2020 года потеряли в цене. NASDAQ, S&P 500, биткоин и акции микростратегии за это время выросли. Причем биткоин вырос на 151%, а микростратегия на 271%. Почему акции микростратегии так сильно взлетели? Мы говорили об этом вчера. Огромная премия платится инвесторами в эти акции. Огромная наценка. Поскольку правительство США до сих пор не одобрило ни одного спотового биткоин-ИТФа, единственным способом купить биткоин для американских институциональных инвесторов остается покупка акций микростратегии. Эквивалент биткоина в этих акциях. И сегодня инвесторы покупают их с наценкой. Как мы вчера говорили, покупка эквивалента биткоина обходится им на 7,7 тысяч долларов выше рынка. Зачем они это делают? Решили просто потерять 7,7 тысяч долларов на ровном месте? Или может быть, они что-то знают? Что-то, чего не знаем мы? Как ты думаешь? Напиши в комментариях. Краткосрочные движения биткоина. Меня не интересуют. Я уверен в его долгосрочном будущем, которое фундаментально обеспечено. Ну да, биткоин упал на 2 тысячи долларов вчера. А перед этим вырос на 4. И что? Я так давно в этом рынке, что уже давно перестал обращать на это внимание. Все, что меня интересует насчет биткоина, это только долгосрочное будущее этой криптовалюты. Которая с моей точки зрения выглядит прекрасным. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok